В январе белорусов ждет множество различных изменений. Они затронут все слои населения, в том числе бюджетников, пенсионеров и бизнес. На особом контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь находятся вопросы исполнения требований законодательства в агропромышленной сфере. 2 января в кинотеатре «Звезда» прошел семейный праздник. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановича». В начале Нового года белорусов ждет важное событие. В феврале все вместе примем ключевое решение, каким быть основному закону страны. А сейчас продолжается общественное обсуждение с корректированной Конституцией. Нашим гражданам рекомендуют внимательно прочитать документ, он опубликован на сайте право.бай. В печатном виде обороновичане могут ознакомиться с ним в публичном центре правовой информации при Центральной городской библиотеке имени Тавлая по улице Ленина. В январе белорусов ждет множество различных изменений. Они затронут все слои населения, в том числе бюджетников, пенсионеров и бизнес. С 1 января до 457 рублей повышается минимальная зарплата, до 207 – базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Также повысится зарплата педагогических работников за счет надбавок, за характер работы и классное руководство. Подробности далее. С нового года большое число белорусов ждут важные новшества. Они затронут бюджетников, пенсионеров, семей с детьми социально незащищенной категории. Начнем с того, что с 1 января 2022 года базовая величина составляет 32 рубля. Ее увеличение отразится на суммах штрафов, которые, согласно КУАП, определяются в белорусских рублях с учетом ее размера. Также в 2022 завершается стартовавшее в 2017 повышение пенсионного возраста. С 1 января нового года мужчины будут отправляться на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. Обязательным условием для назначения трудовой пенсии остается стаж работы с уплатой страховых взносов в СЗН. Он с 1 января 2022 повышается до 18 лет и 6 месяцев. Кроме того, с 1 января минимальная зарплата в Беларуси составляет не менее 457 рублей. Что касается роста зарплат бюджетников, повышение затронет порядка 850 тысяч человек. Прежде всего, рост будет обеспечен повышением размера базовой ставки. С 1 января он составляет 207 рублей. И планируется второе повышение в течение года. А также работникам бюджетной сферы в различных отраслях установлены надбавки. Изменения коснулись и семейного капитала. В Беларуси насчитывается уже более 117 тысяч многодетных семей. В январе-ноябре прошлого года в стране открыто 13 596 вкладов семейного капитала. С 1 января расширены направления досрочного использования этих средств. Появились дополнительные возможности при разморозке средств на улучшение жилищных условий, получение платных медицинских услуг и образования. Появится и новое направление – приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Руб Белпочта досрочно выплатит пенсии за 7 января. Как рассказали в Белпочте, выплата пенсии и пособий за 7 число в объектах почтовой связи Бресской, Витебской, Гродинской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 5 января. В ОПС Гомельской области выплата будет осуществляться 6 января. 7 января будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. На особом контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь находятся вопросы исполнения требований законодательства в агропромышленной сфере. Принятие сельскохозяйственными предприятиями мер, направленных на предупреждение падежа крупного рогатого скота. Барановичской межрайонной прокуратуры в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства в агропромышленной сфере особое внимание уделяется вопросам обеспечения сохранности поголовья крупного рогатого скота и предотвращения его падежа. По результатам проведенных прокурорскими работниками проверочных мероприятий в сельскохозяйственных организациях района выявлялись такие нарушения ветеринарных и зоотехнических требований и норм, как несвоевременная очистка выгульных площадок, образование конденсата и плесени в помещениях для содержания крупного рогатого скота, нарушение норм содержания теля до двух месяцев, а именно содержание их подвоя в индивидуальных домиках, отсутствие водяных бань для размораживания молозива и другие нарушения. Прокуратурой также установлено, что одной из причин непроизводительного выбытия крупного рогатого скота является ненадлежащий уход за молодняком со стороны ответственных работников молочно-товарных ферм и комплексов, нарушение технологий кормления и выпаивания, несвоевременное проведение лечебных и профилактических мероприятий. За истекший период 2021 года по вопросам нарушения законодательства об обеспечении сохранности поголовья крупного рогатого скота и предотвращения его падежа прокуратурой внесено 13 представлений, одно предписание об устранении нарушений законодательства, 68 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 3 должностных лица райисполкома, 3 руководителя и 4 заместителя руководителей сельхозорганизаций. 42 лица привлечены к материальной ответственности на сумму более 5000 рублей. В целях возмещения ущерба, причиненного падежом крупного рогатого скота, в интересах сельхозорганизаций района предъявлено 4 исковых заявления на общую сумму 2152 рубля 80 копеек. Вопросы исполнения требований законодательства в агропромышленной сфере и дальше на особом контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь. За сутки в Беларуси зарегистрированы 507 пациентов с COVID-19, выписаны 309. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 701 699 человек с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 695 154 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5624 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 5145 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 83 769 тестов. 2 января в кинотеатре «Звезда» прошел семейный праздник. Дети вместе с родителями встретили новый гость с Дедом Морозом и Снегурочкой, Мишкой Дином и творческими коллективами нашего города. Не обошлось и без розыгрышей с призами. Зажигательные танцы, веселые песни, увлекательный интерактив. 2 января кинотеатр «Звезда» организовал праздник для всей семьи в рамках проекта «Киношник». Представление «Наш веселый Новый год» собрало в зале взрослых и детей разных возрастов. Творческие номера присутствующим подрели местные коллективы. Ученики школы вокала онлайна и танцевально-спортивного клуба «Титан». Мальчишки и девчонки, а также их родители встретились с самым белым и самым пушистым Мишкой Дином. Зарядились энергией гостей главные новогодние персонажи Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели интересные конкурсы. Мам, папа и их детей также ждала мандариновая лотерея. Счастливчики получили призы прямо из лап символа 2022 года «Тигра» и от нового центра семейного отдыха «Геймпот». В кинотеатре «Звезда» продолжает следовать новогодний экспресс. Мы празднуем с нашими любимыми кинозрителями. И для родителей, и для детей устроили представление о нашем веселом Новый год. Сегодня у нас в гостях был и Дед Мороз со Снегурочкой, и волшебный медведь Дин, Мишка Дин. А также и прочие другие, в том числе я, символ года. Неотъемлемая часть проведения семейных представлений в «Звезде» – показ детских кинолент. Воскресное мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Три богатыря и конь на троне». Сюжет новой части расскажет о том, как князь Киевский и конь Юли из-за действий Бабы Яги поменялись телами. Теперь Юли якобы мудро правит Киевской Руси, а князь подался в бега. За дело, как всегда, берутся три богатыря. Мы очень любим своих зрителей, поздравляем их с Новым годом и обещаем, что в будущем, в 2022 году, еще много сюрпризов, еще много новых мероприятий организуем для них. Организаторы обещают, что это не последнее представление, организованное для детей и их родителей в «Звезде». Свидите за новостями в социальных сетях кинотеатра и на официальном сайте. В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 335 гололедных и холодовых травм всего же с 17 ноября 2021 по 3 января 2022 года зарегистрировано 6387 пострадавших с гололедной и холодовой травмами. В Брестской области обратились за медпомощью 569 человек, за сутки 26 холодовые травмы диагностированы у 35,2 соответственно. Гололедные получили 530 человек, за сутки выявлено 24 пострадавших. В больнице госпитализированы 110 пациентов, а за сутки 6. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин